Любая из нас, безусловно, хочет идеальных сексуальных отношений И есть несколько правил, какой нужно быть, чтобы эти самые отношения в вашей жизни сложились В понедельник у нас день эротических шалостей Нет какой-то магической таблетки Ну ладно, ну вот три позы Страсть накрывает вас в разных неожиданных местах Оно неожиданное И он раскроет меня Он раскроет мою сексуальность Меня зовут Ольга Штерн Я психолог, сексолог, эксперт онлайн-школы сексуальных техник Гейша И сегодня как раз обсужу с вами этот вопрос Что мы можем сделать с собой, какой мы можем быть, чтобы наша сексуальная жизнь заставляла нам очень много радости, удовольствия и, безусловно, оргазмов Пожалуйста, в комментариях поделитесь своими принципами идеальных сексуальных отношений Что для вас в этой сфере важно Не забывайте подписываться на наш канал Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать важные, нужные и, главное, полезные видео Итак, первое основное правило Это правило честности Важно быть честной Быть честной с самой собой Прежде всего, когда вы четко понимаете Четко себе признаетесь Что вы любите, что вы не любите Что вы хотите, что вы не хотите Что для вас важно, что для вас не важно Что вас возбуждает, что не возбуждает Потому что очень часто, как сексолог, я наблюдаю, что девушки не честны с собой И, как следствие, не честны своим партнерам И они делают совсем не то, что они хотят И даже не осознают это Потому что нет вот этого базового качества честности с самой собой Следующее правило Это быть открытой Что я имею в виду? Если вы однажды придумали себе Что вы что-то не попробуете Либо вы что-то не будете практиковать Не нужно за это держаться железобетонно А на самом деле наши границы, они могут двигаться Это не значит, что их непременно нужно двигать И если, например, вам неприемлем секс втроем Что обязательно нужно идти туда Нет, я не про это Я про то, что допустите, что возможно Не все, что сейчас для вас недопустимо Оно всегда будет таким недопустимым Возможно, со временем какие-то наши предпочтения, наши желания могут меняться Это важно допускать Важно быть открытой и в том числе со своим партнером Кстати, посмотреть наши бесплатные уроки Вы можете на нашем официальном сайте Для этого нажмите сюда Вы попадете на нашу официальную страничку Где вам только будет нужно ввести свой верный email Потому что туда приходит доступ в личный кабинет И там вы найдете эти бесплатные уроки Но вернемся к нашей теме Третье правило Это быть разговаривающей Что я имею в виду? Когда вы честны с сами собой Когда вы открыты для каких-то экспериментов, для разговоров И если вы при этом не разговариваете с партнером Будет очень глупо надеяться, что ваша сексуальная жизнь сложится сама собой К сожалению, нет какой-то магической таблетки Или нет магической феи, которая прилетит, взмахнет волшебной палочкой И вы начнете телепатически с своим мужчиной понимать друг друга Нет Чтобы ваша сексуальная жизнь сложилась Очень важно разговаривать Очень важно обсуждать Очень важно вот эту самую честность доносить И быть готовой слышать честно обратную связь от своего мужчины Слышать его желания, слышать его пожелания Что ему нравится, что не нравится И без разговоров я не знаю, как в принципе строить эти самые идеальные сексуальные отношения Следующее правило, оно неожиданное И оно больше применимо для долгосрочных отношений А именно быть планирующей Что я имею в виду? Когда мы только вступаем в отношения, все складывается самой с собой Наш интим, он случается сам с собой Все внезапно происходит Страсть накрывает вас в разных неожиданных местах Очень все здорово, спонтанно И в принципе ничего не нужно особо делать Просто из-за того, что вы влюблены И у вас играют гормоны Все складывается само с собой Но со временем случается так Что вот этой спонтанности становится все меньше и меньше И потом приходят ко мне недовольные пары Говорят, у нас что-то ушел секс У нас ушла страсть И вообще все не так, как раньше Плохая новость Так, как раньше не будет Хорошая новость Что может быть по-другому И может быть даже круче Но при одном условии Что вы будете осознанно планировать разные внедрения Что я имею в виду? Не просто вы берете и отпускаете все понакатанное Вот и ну ладно, ну вот три позы Я молодец, все пошло Вот так вот А когда вы планируете Так, попробуем вот это Попробуем вот эту игру Попробуем вот эти позы Попробуем игрушки Попробуем техники Попробуем еще не знаю что Куча всего Смазки, фанты Все что угодно И когда вы планируете внедрение новых элементов И вообще со временем Вполне себе адекватно Планировать разные сексуальные активности Я очень часто об этом говорю в видео В разных курсах Это абсолютно адекватная практика И один из элементов секс-терапии Когда особенно долгосрочные пары Говорят, например В понедельник у нас день эротических шалостей Мы отдаем детей, бабушке, подружке И так далее И этот вечер мы проводим чисто вдвоем И в том числе Разные эротические шалости Осознанно планируем И уже два человека к этому событию готовятся И это нормально Когда такой элемент в вашу жизнь приходит Еще безумно важное правило Которое позволит вам Классные отношения сексуально построить Это быть ответственной Быть ответственной за свой оргазм Своё удовольствие В том числе Очень многие девушки А когда я с ними разговариваю Я это вижу Они ждут какого-то чуда Они ждут, что придет партнер И он раскроет меня Он раскроет мою сексуальность Он найдет мои оргазмы И именно с ним я буду Какой-то невероятно чувственной женщиной Да, бывают чудеса Наверняка Возможно, с кем-то даже такое случалось Но в большинстве случаев Чтобы действительно в вашей жизни было удовольствие Над этим нужно поработать Нужно себя исследовать Нужно себя изучать Нужно понимать А где мне приятно А где мне нравится Чтобы меня чесали Чтобы меня сдавливали Чтобы происходили разные Интересные истории И уже после того, как вы себя изучили Можно носить это партнеру И не забывать, что ответственность за ваш оргазм Прежде всего находится в ваших руках А не в руках вашего партнера И тогда намного-намного легче Когда девушка говорит Я не получаю оргазм Потому что там он такой-сякой Пятый-десятый Да, безусловно, есть разные ситуации Но в принципе, если я понимаю Что мне важен мой оргазм Я буду стараться выстраивать так Коммуникации с своим партнером Чтобы была прелюдия мне необходима И так далее Кроме того, что уметь разговаривать с партнером И высказывать ему свои пожелания Важно быть внимательной И слышащей своего партнера О чем это Когда мужчина вас за что-то похвалил Когда он обратил внимание Что вы особо прекрасны в этом наряде Или какой-то эротический элемент Вам удался Стоит обращать на это внимание И пытаться повторять чаще Аналогично Стоит внимательно реагировать На какие-то негативные комментарии И не принимать это на свой счет А просто как разные моменты Которые можно улучшить И немножечко поправить Последнее правило, про которое хочу сказать Это быть спонтанной Конечно, немножечко есть противоречия Что быть планирующей А с другой стороны быть спонтанной Потому что иногда в долгих отношениях Не хватает какого-то элемента внезапности Когда вы едете по трассе И вы смотрите на своего мужчину И говорите Слушай, дорогой Вот давай прямо сейчас остановимся Прямо здесь И что-нибудь сотворим Потому что именно такие моменты Они западают в душу Такие моменты очень долго потом вспоминаются И вот на этих воспоминаниях Очень много потом чего прекрасного происходит Поэтому обязательно следуйте этим правилам И я желаю, чтобы ваша сексуальная жизнь Действительно была идеальной Не забывайте ставить лайки Нажимайте на колокольчик Подписывайтесь на наш канал Чтобы не пропускать самые вкусные Важные и, главное, полезные видео И прямо сейчас на экране Вы видите другие ролики От нашей прекрасной школы Гейша Любой из них вы можете посмотреть И он точно будет вам полезен И до новых встреч!